Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Олеся Гайдук, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Самое интересное слово». Каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка Авоське вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель своего сынишку и укачивать, укачивать, укачивать. Кенгуренок привык, что его укачивали, иначе он не засыпал. Стоило маме отойти от кроватки, и сразу Авоська поднимал такой крик, такой плач, что хоть уши ватой затыкай. Пригласила мама доктора Дикобраза Христофора. Узнал доктор, в чем дело, покачал головой. «Ну, тут никакие уколы не помогут. От такой болезни может вылечить только...» «Микстура?» Спросила мама. «Нет!» «А, примочка!» «Нет!» «Компресс?» «Что вы!» «Вашего больного не спасут никакие микстуры, никакие примочки, никакие компрессы!» «Но не надо огорчаться!» «Я уже не раз встречал подобных больных, и все выздоравливали!» «Доктор, скорее выписывайте свой чудесный рецепт, и я побегу в аптеку!» «В аптеку идти не придется. От болезни, которой страдает ваш кенгуренок, есть одно средство – самое интересное слово!» «Какое-какое?» «Интересное?» «Какое слово?» Переспросила взволнованная мама кенгуру. Доктор ничего не ответил и стал выписывать рецепт. «Здесь все указано», – сказал он на прощание. Когда доктор ушел, мама кенгуру надела очки, заглянула в рецепт и прочла одно единственное слово. Однажды вечером, как обычно, она уложила кенгуренка спать, но укачивать не стала. Только маленький авоська начал хныкать, как мама произнесла самое интересное слово. Однажды кенгуренок сразу успокоился и спросил, «А что было однажды? Мама, расскажи, пожалуйста!» И мама стала рассказывать сказку. Однажды одному лягушонку захотелось мороженого. Едва сказка закончилась, кенгуренок крепко-крепко заснул. Ему снился маленький зеленый-призеленый лягушонок, который съел целых десять порций из кимо и едва не превратился в ледяную сосульку. На другой вечер авоська сам раздился, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же мама, наконец, произнесет это самое интересное слово, с которого обычно начинаются все сказки на свете. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас время позднее. Садитесь поудобней, мы с вами будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, мальчики и девочки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok